есть сережка да вы говорите им плевать американцам конечно всегда было плевать везде плевать вьетнам был корея было но смотрим результаты вьетнамской войны то ли 13 то ли 16 погибших советских военнослужащих 57 с лишним тысяч американцев погибших без вести еще пропало около двух тысяч человек почему кстати как мне кажется я не пригласила соединенные штаты оппозиции тот кто приглашает американцев после ливии после ирака после афганистана приглашает их прикрыть себя военной силой ну его начнут резать все в этом регионе есть ты пригласил соединенные штаты ты вот точно враг народа и они же это прекрасно понимают любое курбаши подписавший я приглашаю в армию соединенных штатов на территорию сирию он перестает быть сирийцем он перестает быть уважаемым человеком он становится мишенью для абсолютно его будущее становится проблематично то есть может быть может быть тогда его будущее похоже на будущее бывшей южно-вьетнамской администрации которые дрались за места в улетающих американских вертолетов не все успели но я больше здесь и сажать ты не будут вернули то есть тогда и будущее вне сирии и не менее ближнего востока еще одна проблема вот на восточном берегу эфрата существует силы оппозиции которые состоят на 95 или 93 процента из курдов но это не курдский район то есть если будут соглашения с курдами перед первый пункт который говорит вернуться в места своего национального пребывания тогда все эти районы так называемой оппозиции окажутся на 95 процентов без вооруженных сил и тогда придется из сил оппозиции на каждый километр поставить одного этого бравого бойца чтобы он там демонстрировал так бы сказать свое присутствие потому что территория огромная а вот этих бойцов оппозиции очень мало тем более в последнее время их количество особенно в командных кругах стало уменьшаться вот командиры почему-то вероятно кожей чувствуют куда ветер дует на ближнем востоке решили или исчезать или переходить на сторону асада или по крайней мере на сторону той позиции которая хочет вести переговоры куча помогает выживанию физическую это это они считают это более полезно для здоровья на ближнем востоке вообще неправильные неверные ошибки в телодвижениях по отношению к другим очень вредит здоровье например в какой стране на ближнем востоке больше всего не любят американцев не в иране не в турции в ираке но разумеется в ираке и нет только потому что они разрушили ирак но и потому что они пришли к выводу а на вас полагаться то нельзя обещали бруже кинете вы скинете при первом случае и кто как курды иракский еще больше американцев значит американцы их кинут завтра кинут или из-за того что им понадобится турция или из-за того что у них проблемы с северной кореи или из-за того что у них что-то надо еще саудовской аравии кинут это по любому поводу потому что у американцев создался создалось то четкое впечатление во всем мире американцы кидают они кидал но об этом об этом пока не еще не кинули в военным способом тайвань на политический а там не было угрозы прямой войны не говорю они их политически политически они давно кинули на что новости и да новости новости шушь делать на это печальном соображении что кинут все равно которому все равно не прислушаются наши либералы и демократы начала 90-х мы переходим к новостям мы вернулись в эфир ситуация с курдами чертовски интересно потому что у эрдогана альянс курдов и соединенных штатов вызывает ну бешенство требование во-первых отдать фитхулаг гюлена который просто виноват во всем как во времена сталина у нас троцкий был во всем виноват троцкисты и агенты троцкизма вот сейчас фитхулаг гюлен и второе разорвать отношения с курдами террористической организацией игнорируемые администрации полностью потому что в сирии мне на кого опираться просто не на кого они уже передавали оружие на миллиарды долларов местной джабхата носри а толк то нулевой но остались пока курды и вряд ли вот как ты говоришь мы будем желать победы моим сторонам потому что эрдоган который ссорится со штатами на тему курдов ну куда как более договора способен чем единый монолитный блок пытающийся свергнуть асада начинают соединенных штатов и кончая все тем же эрдоган но ведь при этом не сирийских но иракских курдов американцы то тоже кинули зачем объявлял барзани о референдуме он получил как в свое время саддам хусейн получил некоторые сигналы которые он счел позитивными на тему прогулки в кувейт так барзани сейчас получил позитивные сигналы как выясняется ничего не стоящие общие такие завалярованные фразы которые понимая как хочешь что референдум по независимости который вот американцы же всегда поддерживали курдов и всегда стояли на страже на курдистана и все это штука прошла и окончилась жутким афронтом курды отдали без малейшего сопротивления нефтяносный киркок багдаду и надо сказать что сейчас и будут дожимать просто если ты так слаб что ты не сопротивляясь идешь на выполнение ультиматума и фактически признаешь решение суда который признает твой референдум не дееспособным несостоявшимся что называется ничтожным а ну так тебя дальше надо добивать и все надежды на штаты провалились а вырбили их было куда как много так что в этом плане сереж ну не будет у нас прямых столкновений соединенных штатов с российскими вкс ради чего угодно американцы за что будут с нами сталкиваться за радиус 50 километров от базы этанф так она же была под взятие дамаска вот на стыке орданской и иракской границы подготовить боевиков в лагерях сейчас эти боевики голодают и вынуждены налеты устраивать на конвой выходя оттуда в зону неконтролируемую американцами чтоб хотя бы медикаменты и продукты питания добыть то же самое на тему планов отсечь восток в сирии в тот момент как прошли ефрат легкой понтонной операции а все кончились эти планы теперь что касается букемаля последнего крупного исламистского центра вообще-то говоря его год назад американцы же брать собирались но это не получилось атака на букемаль сорвалась а букемаль сейчас косы он берет спрос другими методами я не думаю что соединенные штаты чтобы они не заявляли я же по правме себя неправ собираются там биться как за вьетнам по моему кончилось это все первых единственное кто сегодня на кого они могут опираться это еще оставшаяся небольшая часть так называемой легитимные по их мнению сирийской оппозиции но военная сила это курды поскольку курды сейчас будут под большим прессом со стороны всех и единственное разумное решение для курдов что их безопасность может обеспечить только дамаск только сирия в союзе с россией потому что обеспечение безопасности турции в союзе с кем-нибудь они не хотят шиитским ираном у них никогда не было ничего общего и потом есть иранские курды тоже то есть курдов свои счеты совсем а вот сирия единственная которая может защитить и как только курды начнут и неважно во фрыне или в другом месте принимать власть асада и договариваться с ним а в с ними автоматически прекращается поддержка с курдами того что американцы называют умеренной оппозиции и тогда эта оппозиция остается в естественном виде абсолютно пустая абсолютно безоружной и никчемная с точки зрения количества не только качества то есть она уже ничто и тратить силы для того чтобы ее формально поддерживать когда во всех других районах будет устанавливаться власть асада вряд ли американцы что смогут сделать тем более что на ближнем востоке всегда все подчиняются власти то есть если власть сильная и уже ясно что она побеждает тогда начинается победных вот все то же самое видели во всех городах когда приходил игил жители дружно выбегали на улице и кричали аллах когда приходила джаббат аль-носра кричали то же самое когда пришла армия асада те же самые люди вышли с портретами асада у них заготовлены они на всякий случай очень все портреты вот тем более то есть они все все готовы быть с победителем и если победитель это правительство асада значит они будут выражать свою любовь правительство асада пока он будет на этой территории а не американскому президенту потому что у них понятия до царя далеко в отношении соединенных штатов она абсолютно дамаск он рядом солдаты эти сирийские они рядом а вот американцы а что они могут но кстати говоря есть большой опыт соединенные штаты брусили на произвол судьбы провинцию анбар где сунитские шейхи выбили аль-каида более того вместо того чтобы выполнить обещание багдад начал преследовать командиров сахва ополчение сунитская племенного шейхов начали отлавливать и отстреливать и тут все как-то удивились а что же это за крыша такая если крышевание не помогает они же обещали а ну хорошо у петроуса начались какие-то другие карьерные интересы и договорился он в конечном счете о том что в сирии бы надо против исламского государства аль-каиду использовать ту самую против которой он воевал в анбаре а то же самое в ливии то же самое в афганистане и то же самое и в сирии это видно невооруженным глазом в этом плане наши хотя бы демонстрируют простую вещь и никому не считают лица демократии правах сексуальных и прочих меньшин слава богу вот это в советские времена у нас кончилось мы там боролись с лишней религией занимались рассказами племен афганистана о том как хорошо об обществлении земли и скота не понимая почему арест мулы или арест местного племенного вождя вы переводит это племя немедленно в состоянии войны вождь же ну может он не чангачгук но все равно вождь племя за него будет воевать вот этим не занимаются и кстати вся надежда на разделение воюющих сторон в сирии сегодня на наших конечно не случайно как рассказывают те кто ведет переговоры на базе хмеймин поднимают российские флаги как символ того что здесь русская крыша уважаемые товарищи армии асада пожалуйста не хулиганьте здесь все подписано если что люди из базы хмеймин обидят вас и в дамаске и приходится периодически когда сирийские силовики что-то не то делают то доходят до асада достаточно быстро и жестко спрашивают а это единственный способ остановить войну разделить конфликтующие стороны заморозить этот конфликт чтобы вот ради всего святого только не надо возвращаться к тому что было в сирии до войны это невозможно или тем более прихофизи асаде тем более невозможно видно было по моему сейчас в сочи что асад ну явно готов поставить перед фактом о необходимости меняться и изменять отношения подведомственную населению своим генералом а то опять можно войти в гражданскую войну но при этом мы этим занимаемся благо есть опыт и борьбы с мочами и войны в чечне на своей территории два раза был реальный предметный прагматичный опыт у штатов этого опыта нет ну нет и не было никогда кстати они не виноваты но никогда не было этой задачи заставить воюющих убивающих друг другу людей просто перестать воевать была задача ну не знаю использовать ради чего-нибудь этих против тех тех против этих и дальше вплоть до аль каиды где уже красные черты совершенно пересечены и с точки зрения американского избирателя с точки зрения международного права чего бы я про него не думал нельзя поддерживать аль каиду если вы предлагаете это ребята а дальше вы будете сидеть ради кого в сирии ради аль каиды а как-то странно получается и вот когда смотришь на сети американские на тех же блогеров твиттеров и фейсбуков но оставим в стороне там битву против трампа но когда люди задают вопрос а зачем мы в этой сирии сидим вот мы чего добиваемся свержения асада начнет воевать с россией мы не будем воевать россии а тогда асад не свергаем ну крокодил не ловится не растет кокос надо сказать что американцы в ираке великой была глупость привод а потому что лобби кто помнит сейчас в ираке кто такой челоби его привели из в абузе и сказали он у вас будет главным этих людей но они меняются со скоростью они вылетают быстрее собственного визга уйдя с некоторым количеством миллиардов в мешочке за плечами так не бедные уходят дико разворован то есть так как воруют в американском оккупационном корпусе по данным их аудиторов наши хакеры для этого ничего не делают это просто от миллиардов переходим к десяткам и сотням миллиардов ужас ужас в сирии было бы то же самое но они привезли какого-нибудь про саудовского бандита а потом его бы убили или он бы оказался никем и звать его никак по прозвищу международно признанное правительство какого-нибудь нуля без палочки вот все что сейчас происходит все-таки внушает некий оптимизм она базируется на том что на земле на реальных шейхов которые сидят на местах они лиза асада или против асада но они командуют племенами и война между их людьми если остановить но все нормально по моему в сочи такая платформа на которой это можно выстроить была договорена потому что без эрдогана ну значительную часть оппозиции ведь не привезешь ты на конгресс сирийского национального диалога об этом говорили вот мы сейчас увидим сколько будет и будет ли про катарская и про саудовская позиция которых они поддерживают и если они будут значит вопрос решил то есть значит уже все а если нету приходится искать а если они не будут тогда надо будет говорить с этой оппозиции непосредственно на местах они же там живут если им хочется жить они же там живут кто хочет поехать в катар пожалуйста но если кто-то хочет жить в сирии просто во вторых и в катаре и в ряде уже понимают что сирия уже сирия а раз сирия уже сирия так может быть начать с ней как всегда принято на ближнем востоке торговая катар у катара есть чисто экономические интересы их интересует газопровод в сирию и выйти прямо через что-то на средиземное море и лучше через сирию потому что сирия это арабская страна а турция вот арабы очень подозрительно относят к турции они очень хорошо помнят османскую империю поэтому понятно что для катара и для саудовской аравии через сирию выход средиземное море намного более экономичен и удобен чем через турцию все-таки другое свой народ свое это самое так что поскольку война война закончилась она заканчивается с падением идлиба закончится все а дальше начинается обычная динамика которая будет идти к восстановлению и усилению сирии быстрее медленнее с теми проблемами или другими но это проблемы текущие это не проблемы которые поставят могут поставить под угрозу сирию как государство или этот процесс можно его замедлить можно его ускорить но не больше при этом катарцы как люди куда более гибкие начали что называется отползать от сирийской территории с точки зрения финансирования организации поддержки там гражданской войны и впервые это обозначилось после взятия восточного алипа вот в этот момент для них видимо прозвучал тот колокол который дал чуткий сигнал асада свергнуть не удалось все перекрываем кислород отбрасываем свои подразделения вывозим в другие места там в ливийскую дерну в афганистан поработать над темой исламского государства там по трассе трубопровода топи саудовцы остались что называется на фронтах они люди более вязкие более упрямые мухаммед бен сальман ну развожу руками и безусловно они поэтому до сих пор пытаются что-то из себя изображатели как говорят у нас строите себя меня вот сейчас саудовская оппозиция собралась у них там под боком и сказала а без того чтобы асада свергнуть мы на переговоры не пойдем баба яга против был такой мультик ну волочка из анекдота которая стоит в углу со словами я испорчу вам весь праздник последний раз они портили этот праздник когда была атакована из идлеба наша военная полиция после этого прорыв был совершен деблокировали военную полицию после этого в благодарность долгие же надо отдавать было уничтожено все руководство аль-кайды в идлебе которая джабхата нусор просто физически и а другого никто ничего не понимает после этого они дали возможность и повод туркам зайти туда потому что они саудовская аравия же попыталась отбить у турок все отряды которые были или перекупить их и в этом плане будущее саудовской политики в турции сирии совершенно не ясно ну ясно уже вопрос только как быстро и как потому что большинство стран мира и большинство политиков не понимали значение того что произошло 30 сентября пятнадцатого года проблема уже ясно было закончилась 30 сентября так сказать были обозначены новые правила игры концу первых трех месяцев хотя оперативные военные планы достигли только части того что было поставлено и по вине сирийских вооруженных сил и потому что они были не переоценены намного больше чем сам они но было достигнуто стратегически огромное значение решения и инициатива перешла к сирийским войскам под руководством российской армии второе прекратилось наступление на всех фронтах сил террористов с этого момента никогда больше инициатива не переходила к ним а вопрос был насколько успешно и эффективно будет действовать сирийская армия и союзники может быть таким что американцы скажут а зачем а зачем тем более если мы ждали мы что там корейс находимся и я хочу напомнить что американский министр иностранных дел уже обращался к сирийской оппозиции уже забыли об этом и говорит ну дайте нам какое-то предложение вот потому что россию пригласил ассад а нас вы никто не пригласил может вы нас пригласите но сегодня это уже поздно сегодня уже никто не может пригласить американцев находиться американских солдат находиться на территории сирии а в отношении оппозиции им говорят пожалуйста начните переговоры начнете переговоры мы с вами будем говорить как это принято на переговорах а кто не начнет переговоры тогда будут говорить наши бронетанковые части и спецподразделения поскольку тогда вы уже не входите в понятие легитимной оппозиции которая пытается политическим путем решить проблему то есть тогда вы становитесь военной организации а военные организации не могут находиться без согласия кирийского правительства и тогда вы также как и террористы получите соответствующие отношения как и там